Сейчас очень многие говорят о том, что их заставляют голосовать на выборах. Естественно, указания идут отсюда, из правительства Вологодской области. Это и бюджетники, и работники Северстали, работники Фосагра и других подконтрольных предприятий. Это, конечно же, неправильно, и я хочу сказать тем, кого заставляют голосовать на выборах, как можно сделать простой выбор для того, чтобы и сходить на выборы, и удовлетворить все потребности. Во-первых, друзья, нужно вспомнить, что вы не рабы. Если будете с покорностью выполнять мои приказания, с вами будут хорошо обращаться и вкусно кормить. Но при малейшем признаке неподчинения вы увидите, что у меня достаточно власти и полномочий, чтобы заставить слушать меня. И, конечно же, вспомнить о том, что ваш начальник, который заставляет вас голосовать, нарушает законодательство и Уголовный кодекс Российской Федерации. Поэтому обязательно постарайтесь записать его на аудио. Это будет лучшим доказательством, и вас потом никогда невозможно будет уволить. Во-вторых, вспомните, пожалуйста, что вы не бараны. И если вы не бараны, то вы, конечно же, придете и проголосуете, несмотря на указания против этого губернатора Кувшинникова, за которого вас заставляют голосовать. Ну и самое главное, если вас заставляет отчитаться о вашем голосовании, например, сфотографировать бюллетень и галочку в нем, то сначала поставьте галочку, потом сфотографируйте бюллетень, а после этого поставьте в бюллетене сразу несколько галочек за всех кандидатов. Пусть он лучше будет испорчен, чем они получат хоть один ваш голос.